Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня поговорим опять о Казахстане. Правозащитная организация Human Rights Watch направила письмо президенту Казахстана Такаеву с требованием выполнить его предвыборное обещание. Сейчас будем разбираться, что да как там. Призыв положить конец притеснениям содержится в письме правозащитной организации. Вы знаете, что это одна из наиболее авторитетных, известных правозащитных организаций в мире. Human Rights Watch в адрес президента Казахстана Такаева. Президенту Казахстана Касым Жамату Такаеву следует безотлагательно решить проблемы в стране в области прав человека, считают в Human Rights Watch. Исполнительный директор отделения этой организации направил письмо в адрес Такаева с призывами начать реформы. Международная правозащитная организация Human Rights Watch со штаб-квартиры в Нью-Йорке опубликовала 6 августа заявление под названием «Казахстан. Предложение восстановить права человека», в котором сообщило о том, что исполнительный директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон направил в адрес президента Казахстана Такаева письмо с призывом начать реформы и воплотить в жизнь обещания, озвученные им в инуагурационной речи. «Безотлагательно приступить к реформам. Многие годы руководство Казахстана, повторяя правильные слова о правах человека, на деле практиковало подавление основополагающих прав и свобод в собственной стране», пишет Уильямсон. «Я цитирую его. Если вашим речам суждено стать чем-то большим, чем просто протокольными словами, президенту Такаева нужно безотлагательно приступить к содержательным и ощутимым реформам», пишет Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. Такаев во время инаугурации 12 июня, которая состояла через три дня после досрочных президентских выборов, первых в новейшей истории, значит, без фамилии Назарбаева, на фоне растущей в стране протестности, заявила о необходимости налаживания диалога с обществом. Такая вставальник Назарбаева, подавшего в отставку в марте этого года, но сохранившего широкие полночие, был объявлен победительным выборовых омраченных по оценке западных наблюдателей многочисленными нарушениями, которые ставят под сомнение честный подсчет голосов и массовыми задержаниями участников антиправительственных протестов. Это на фоне того, что он говорил, что нужно наладить диалог с обществом. Хью Уильямсон обращает внимание на оценку наблюдателей и призывает Такаева принять содержательные шаги по рекомендациям ОБСЕ по итогам предыдущих выборов, которые не были выполнены Казахстаном в области прав человека. Ничего, ни хрена Казахстан в области прав человека не выполняет. То, что просят делать правозащитные организации, то, что сам Такаев говорил. После выборов Такаев в интервью западному СМИ пообещал разработку нового закона о мирных собраниях. Действующее законодательство предусматривает разрешительный характер митингов и шествий. При этом местные власти под различными предлогами в основном отказывают проведение акций протеста. Массовое задержание участников протеста прошли в Казахстане в день выборов в последующие дни. По официальным данным, вдруг в двух крупнейших городах Алматы и Астане полиция задержала около 4 тысяч человек. Правозащитники не исключают, что задержанных было гораздо больше. Несанкционированные митинги, как правило, завершаются задержаниями и привлечением их участников к ответственности. Вам известно, власти в Казахстане постоянно нарушают статью 32 Конституции, гарантирующую гражданам право на мирный протест, пишет Уильямсон и призывает Такаева начать реализацию инициативы по пересмотру крайне ограничительного закона. Human Rights Watch отмечает, что казахстанские власти используют расплывчатый и избыточно широкий состав статьи Уголовного кодекса о возбуждении розни против различных гражданских активистов и других граждан, пытаясь таким образом заставить их замолчать. Организация приводит дела от эраукского активиста Макса Бакаева, арестованного после участия в митинге против правительственной земельной реформы и приговоренного к пяти годам заключения по обвинениям в возбуждении розни, нарушении порядка проведения митинга, распространении заведом ложной информации, а также Сергея Жана Белаша, главой незарегистрированной организации от Ажурт, я много о нем говорил, поднимающей проблемы притеснения этнических меньшинств в Синьцзяне. Human Rights Watch призывает отменить приговор Бакаеву и осужденному вместе с ним активисту Талгату Аяну, который в прошлом году вышел на свободу после смягчения ему наказания. Вместе с тем Human Rights Watch считает, что обвинение Белашу должно быть конкретизировано, в противном случае его нужно немедленно освободить. Такаева призвали внести поправки в статью 174 Уголовного кодекса возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, чтобы исключить произвольные уголовные преследования активистов и других в нарушении международных норм о правах человека. Правозащитная организация отмечает, что в марте 2018 года Казахстанский суд запретил незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» ДВК, создано экс-банкиром и критиком властей Мухтаром Аблязовым, живущим за границей. После чего в стране усилились притеснения в отношении фактических или предполагаемых сторонников ДВК. В письме говорится, что по крайней мере несколько человек были привлечены к уголовной ответственности по обвинениям в поддержке или финансировании запрещенной оппозиционной группы. В следственную тюрьму были отправлены три женщины, не обменяясь участием в дистанционированном митинге 1 мая, выйти на который призывал запрещенный ДВК, пишет Human Rights Watch. По-видимому, подразумевая дела многодетные мавители Оксаны Шевчук, матерей-одиночек Гульзипы Джуйкеровой и Жазиры Демиуловой, помещенных в начале июля в СИЗО к подозрению от причастности к деятельности в ДВК. Также Human Rights Watch говорят, что последние годы в Казахстане отмечается последовательное наступление государства на независимые профсоюзы, считают, что правительству Казахстана следует безотлагательно выполнить все рекомендации Международной организации труда, МОД, в том числе в части пересмотра закона о профсоюзах и Трудового кодекса для приведения их в соответствии со стандартными МОД и позволить закрытой по суду Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана возобновить свою деятельность. Также Human Rights Watch призывает власти прекратить политически мотивированные уголовные преследования профсоюзных лидеров и разрешить Ларисе Харьковой, Амину Елисиунову, Нурбеку Кушакбаеву и Ерлану Балтабаю возобновить профсоюзную деятельность без вмешательства и притеснения в их деятельность. Председатель независимой профсоюзной организации достойный труд и отраслевого профсоюза топливно-электрического комплекса Ерлан Балтабай стал очередным независимым профсоюзным лидером, подвергшимся в Казахстане уголовному преследованию. 17 июля суд в городе Шимкенте приговорил к 7 годам тюрьмы по обвинениям, которые он и его сторонники называют попыткой власти расправиться с независимыми профсоюзами. Балтабай и его адвокат заявили, что намерены обжаловать приговор. В июне этого года Комитет Международной Организации Труда по применению стандартов внес в Казахстан специальный параграф своего отчета. Данная мера, как подчеркивает Human Rights Watch, является одной из самых резких форм санкций в рамках Международной Организации Труда. В сентябре правительству предстоит отчитаться перед Комитетом о принятых мерах по замечаниям о выполнении Казахстаном Конвенции МОД номер 87 о свободе объединений и защите прав объединяться в профсоюзы. Правозащитная организация призывает Токаева обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями в Казахстане. В Human Rights Watch считают, что Казахстан должен уделить приоритетное внимание выводу детей с инвалидностью из учреждений интернатного типа и обеспечения им поддержки, которая позволила бы им жить в своих семьях или в другом семейном окружении на базе местного сообщества, включая доступ к качественному инклюзивному образованию. В Human Rights Watch подчеркивают, что независимые оппозиционные журналисты в Казахстане подвергаются притеснениям и произвольному задержанию, власти блокируют сайты, в том числе социальные сети. Правозащитники обращают внимание на то, что в июне полиция задерживала журналистов, освещавших протесты, в том числе в день президентских выборов. Среди задержанных были репортеры радио Аззатык. Пресс-защитная организация «Одилсос» ежегодно фиксирует десятки случаев задержания, ареста, осуждения или ограничения прав журналистов. Позапрошлым году вступили в силу неоднознастные поправки к закону о СМИ, ограничивающей журналистские расследования и доступ к получению информации от государственных органов. Сохраняется уголовная ответственность за клевету, пишет Уильямсон. Human Rights Watch призывает положить конец притеснениям и преследованиям независимых и критических журналистов, прекратить произвольную блокировку доступа к сайтам, включая соцсети, пересмотреть закон о СМИ с целью приведения в соответствие с международными стандартами свободы СМИ и свободы слова. Письмо Уильямсона, опубликованное 6 августа, датировано 26 июля, пока официальный Нур Султан, здесь написано, не выразил реакцию на обращение Human Rights Watch. Я перевожу «Насрать хотели в Казахстане» на письмо Уильямсона Human Rights Watch. Как один из комментаторов внизу пишет, в Назарбаевском КЗ нет права человека, а есть право сидеть и молчать. Вот такое письмо довольно объемное было направлено президенту Такаеву, правозащитной организации международной Human Rights Watch, и лично директорам Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, к Хью Уильямсоном, на который ответ не был получен, потому что Казахстан не выполняет стандарты и требования международных правозащитных организаций, а притесняет людей, устраивает гонения, арестовывает журналистов и пытается сделать так, чтобы заткнулись все, но все не заткнутся. И международные правозащитные организации будут по-прежнему обращаться во все абсолютно инстанции. Во все. Пишите, ребята, комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока, до встречи.